Сегодня мы посвятим этот разговор такому редкому заболеванию. Наверное, не каждый эндокринолог, и тем более эндокринный хирург, имеет в своем запасе опыт лечения такой сложной и редкой патологии, как рак околощитовидных желез. Ее редкость определяется тем, что она по-особенному развивается. Для эндокринной системы характерны объединяющие моменты в отношении таких редких заболеваний, к которым мы сегодня подойдем на основании этиологии этих заболеваний. Основным лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора будет то, что о раке околощитовидных желез нужно догадаться. Причем нужно догадаться на каждом этапе. На этапе диагностики, на этапе оперативного вмешательства. Почему? Потому что если мы не догадаемся до этого заболевания, это совершенно точно отразится на результатах этого лечения. И вот догадаться ради увеличения продолжительности жизни нашего пациента, это основная мысль этого разговора о таком редком заболевании, о котором сегодня пойдет речь. Первое, конечно, мы начинаем с определения, что рак околощитовидных желез – это одно из самых редких злокачественных новообразований, которое может возникать как спорадически, так и в структуре генетического синдрома. И характеризуется манифестной картиной первичного гиперпаратериоза и эндолентной тенденцией к местному распространению. В отношении распространенности мы видим, что в структуре злокачественных опухолей он занимает очень небольшой процент. Это всего лишь 0,005%. Именно поэтому крайне редко и сложно увидеть это заболевание и иметь его в копилке своего собственного опыта. Но именно подойти к этому нужно таким образом, догадавшись, чтобы даже не имея личного опыта, понимать о том, что речь идет именно об этой патологии. Если сравнивать в структуре первичного гиперпаратериоза, а рак околощитовидной железы – это прежде всего клиническая картина первичного гиперпаратериоза, то в структуре вот этого огромного заболевания, как гиперпаратериоз, который среди эндокринной патологии занимает третье место после сахарного диабета и патологии щитовидной железы, он занимает всего лишь 1%, еле-еле достигает 1%. И вот в этиологическом плане мы поймем, откуда это все берется. Также, сравнивая в когорте с гиперпаратериозом, если для обычных параденом мы видим разницу между полами с преимущественной патологией в отношении доброкачественных аденом в отношении женщин, это приблизительно 1 к 3, 1 к 4 по отношению к мужчинам, то в отношении рака околощитовидной железы такой зависимости нет. Она встречается одинаково часто, что и у мужчин, что и у женщин. Нет каких-то расовых различий по этому поводу. И самое интересное, что вот это вот заболевание манифестирует в определенном возрасте. То есть, конечно, мы встречаем рак околощитовидных желез и у детей, но настолько редко, что становится понятно, что это заболевание развивается, стартует после какого-то периода жизни человека при наличии какого-то заболевания. Вот я все подоплеку эту виду к тому. И вот редкость этого заболевания, вот вы можете прочувствовать, первый клинический случай рака околощитовидной железы описан в 1904 году. И к 2000 году описанных случаев в англоязычной литературе еле-еле нашлось чуть больше тысячи. Это в англоязычной литературе вот по нашему всему мировому сообществу. Конечно, не все случаи были описаны, это понятно, но даже сама статистика о писательных случаях говорит о том, что насколько трудно поймать это заболевание. Эпидемиологическая характеристика изучения имеет такие моменты, когда в какой-то определенный период были зафиксированы пики подъема регистрации этого заболевания почти в 10 раз. Так в США с 1988 по 2003 год процент увеличения в 10 раз повысился в выявлении этого рака околощитовидных желез. Та же ситуация и в Австралии, и в Финляндии немножечко в другие года. Когда начали изучать эту ситуацию, было непонятно, откуда это взялось. Не было каких-то предпосылок для того, чтобы выявить фактор, который бы привел к такому увеличению. И самое интересное, что после вот этого пика было падение, и которое тоже не очень чем-то можно объяснить. В общем, в итоге даже были такие мысли о том, что с большей долей вероятности повышение количества было связано только с тем, что этой проблемой стали более усиленно заниматься в плане бы выявления. Но в общем фактор остался таким не очень изведанным. И вот мы подходим к самому, наверное, интересному в этой ситуации, которая играет объединяющую роль между многими эндокринными заболеваниями. Вот почему. Невозможно рассматривать этиологические характеристики рака околощитовидной железы без понимания этиологии всего гиперпаратириоза. Так, больше в структуре гиперпаратириоза можно выделить вот таких три основных линии. Прежде всего, это функциональная автономия. То есть 80-85% гиперпаратириоза это не опухолевые поражения. Это функциональная автономия, развившаяся вследствие длительно существующего дефицита витамина D с последующим развитием гиперплазии околощитовидных желез и формированием автономно продуцирующего образования, которое не имеет какой-то опухолевой направленности. Второй по линии является истинно опухолевый гиперпаратириоз. И его процент не больше 10%. А как мы подошли, как мы поняли, что 10%? Мы начали исследовать геномные нарушения в структуре опухоли. И оказалось, что геномных нарушений их очень немного, всего 10%. То есть это понятно, что это истинные опухоли, которые возникли из одной клетки и выросли в соответствующую аденому. Но таких опухолей мало. И то, что мы называем иногда аденома околощитовидной железы, в большинстве случаев это не истинная опухоль, это функциональная автономия. То есть 90% это все-таки функциональная автономия. А вот истинная опухоль это очень небольшая когорта пациентов. Ну и генетическая линия это гиперпаратириоз, развивающийся в действующих геномных нарушениях, герминативных мутаций, проявляющиеся синдромными заболеваниями, таких как множных эндокрин, неоплазии и так далее. Так вот откуда здесь берется рак околощитовидной железы? Понятно, что в структуре функциональной автономии рака околощитовидной железы быть не может. Рак околощитовидной железы может быть в первой категории, вот она, истинного опухолевая. Он может быть в категории генетических заболеваний. Но основная масса развивается в ситуации, когда длительно функционирующая, длительно находящаяся опухоль околощитовидной железы наращивает определенную, я ее называю по принципу ядерной медицины, критическую массу и делает следующий шаг в отношении утяжеления генетических нарушений. То есть она становится более агрессивной. И вот эта агрессивность и приводит к формированию такого грозного заболевания, как рак околощитовидных желез. И этим самым рак околощитовидных желез очень похож на структуру формирования анапластического рака, который мы перед этим прослушали. Ведь анапластический рак — это тот рак, который не возникает из одной клетки, он возникает при длительно существующих дифференцированных формах рака. И этим самым рак околощитовидных желез похож на адренокартикальный рак, который возникает в надпочнике. То есть путем утяжеления генетических нарушений и появляется вот это вот заболевание. И тогда у нас сразу становится понятным, почему рак околощитовидных желез он не бывает маленьким. Он всегда бывает определенной массой. То есть должна быть какая-то критическая масса. И тогда становится понятно, почему стартует это заболевание после почти половины жизни, в 40-59 лет. То есть нужно время для накопления этой критической массы, для того, чтобы следующим этапом прошел старт в отношении утяжеления генетических нарушений. И вот этим самым таким объединяющим моментом утяжеления генетической патологии становится понятным, где можно ожидать. И, наверное, появляются какие-то моменты возможных профилактических мероприятий. То есть здесь уже становится понятным о том, что в какую сторону нужно нацеливать свою стратегию в отношении возможной профилактики этих заболеваний. Коротенько в отношении генетических синдромов. То есть здесь интересно то, что рак околощитовидных желез встречается часто, по сути дела, всего в одном единственном генетическом синдроме. Это синдром гиперпартериоза опухоли челюсти. Вот здесь мы встречаем 15% вероятность развития рака околощитовидной железы. И это, наверное, самый частый генетический синдром, который локализует эту патологию. Все остальные, если вы заметили, мы даже представили эти случаи, мы специально занимались изучением количества. И вот до 2020 года, вот эта информация до 2020 года. Например, в структуре синдрома множественных эндокринных неоплазий первого типа было описано всего 13 случаев рака околощитовидной железы. А в структуре синдрома Сипла, это МН-2, вообще три клинических случаях. Не так давно мы считали, что, например, в структуре МН-2 рака околощитовидной железы не встречается. Но вот нет, три случая все-таки было найдено. И теперь мы понимаем о том, что принципиально понятно, почему они могли развиться. В структуре синдрома МН-4 таких случаев пока не описано. Но тоже понятно, что генетические нарушения в этом плане могут потенциально, опять же, в каких-то редких случаях, привести к формированию злокачественной патологии околощитовидных желез в этой категории пациентов. И опять же, клиническая картина, вот с клинической точки зрения, вот тот лейтмотив, который мы обозначили в начале нашего разговора, это вопрос догадаться. Но тут есть помощники. И вот опираясь на эти помощники, до оперативного вмешательства мы можем это предполагать. И прежде всего, это касается того, что проявления гиперпаратиреза, они такие, ну настолько яркие, настолько манифестные, это вот все те классические представления о поражении органов в мишени при первичном гиперпаратирезе, они все есть при раке околощитовидных железы. И мы это видим по поражениям почек, то есть там есть все, нефрокальциноз, нефролитиаз, различные снижения функции вплоть до развития почечной недостаточности. Это все присутствует у этой категории больных из-за тяжести гиперкальцемии, гиперкальциурии и так далее. Ту же картину мы видим и в отношении поражения костного скелета. Это варианты выраженного остеопороза, это варианты переломов костей, это развитие специфических синдромов, таких как ипулиды отдельных костей, с развитием синдрома Сагликера. Это те проявления, которые показывают, насколько выраженные изменения могут быть в составе костных нарушений из-за яркости клинической картины. Но вот эта яркость, она дополняется, опять же, помощниками. И первый из них, это такое называется правило Талата и Шульте. Правило называется больше трех плюс больше трех. Что имеется в виду? У пациентов, у которых мы предполагаем рак у клочетовидной железы, уровень общего кальция в крови больше трех миллимоль на литр. И один из размеров самой железы составляет более трех сантиметров. На сегодняшний день это правило Талата и Шульте можно дополнить. Проведенные рок-анализы, в том числе и в нашем центре, показали о том, нужно еще подозревать, что уровень паратгормона больше шестисот. Поэтому правило Талата и Шульте можно переписать как больше трех плюс больше трех плюс больше шестисот. Пикограмм на миллилитр, это же имеется в виду высокий уровень паратериодного гормона. Ну и, наверное, последний момент, который стоит затронуть, это помощники со стороны так называемой масс-эффект опухоли. Что касается первичного гиперпаратериоза, обычно масс-эффект опухоли, он не фигурирует в качестве клинической картины. Мы крайне редко видим опухоль, которая вызывает косметический дефект или компрессию органов шеи. Для доброкачественных опухолей такое, как правило, не характерно. А вот для рака околощитовидной железы такое характерно. И масс-эффект опухоли может проявляться, начиная от клинически выраженного косметического дефекта, заканчивая синдромом компрессии трахеи, дисфагическими нарушениями, а в случае прорастания возвратного гортанного нерва и дисфагическими нарушениями. То есть, такой пациент уже предъявляет жалобы, конкретно связанные непосредственно с местонахождением и с размерными характеристиками, и с ее патологическим влиянием непосредственно в месте ее локализации. И вот на основании этих помощников мы должны подумать в этой ситуации о том, что вот в данном конкретном случае может идти речь о раке, карциноме околощитовидной железы, и отсюда уже выстроить стратегическое планирование дальнейшего хода лечения. Ну, приведу, наверное, самые интересные, мы тут подготовили, самые интересные варианты топической диагностики. Вот на снимке представлен ультразвуковая характеристика рака околощитовидной железы. И вот какая здесь особенность? Ну, прежде всего, это гипоэхогенность. Что касается доброкачественных образований околощитовидной железы, они могут быть разные. Они могут быть и гипоэхогенные, они могут быть и пониженной эхогенности, и изоэхогенные даже в некоторых случаях. Но рак околощитовидной железы выглядит всегда как гипоэхогенная опухоль с нечеткими, размытыми контурами и с неоднородной внутренней структурой. В некоторых случаях может быть варианты визуализации метастазов, когда мы помимо опухоли видим еще и ее местное распространение. И это, конечно, то, что должно также высказать подозрение в пользу злокачественной патологии околощитовидных желез. Но что касается функциональных методов исследования, они мало чем отличаются от диагностики обычной доброкачественной аденомы. То есть здесь все так же локализованное накопление радиофарм препарата в какой-то конкретной зоне, но мы не можем отдифференцировать в отношении того, что это злокачественная патология или доброкачественная. Но, тем не менее, сцинтеграфия и функциональные методы исследования развиваются. И принятая тактика использовать метод интенсивности локального накопления, который принят при позиторонно-эпсионной компьютерной томографии, он на сегодняшний день изучается в структуре сцинтеграфии околощитовидных желез. И, может быть, в дальнейшем у нас будет возможность по интенсивности накопления также приблизиться к дифференцированному пониманию этой опухоли этим методом исследования. Работа такая ведется. Я думаю, что мы представим чуть попозже эти результаты в отношении вот этой интересной патологии. Ну и, наверное, завершая диагностику, здесь есть такие вот обобщенные моменты дифференциальной диагностики. Это, конечно, прежде всего дифференциальная диагностика с доброкачественным образованием, потому что рак околощитовидных желез, он, конечно, в структуре этой патологии. И вы видите, насколько эти различия вот при такой компоновке они очевидны. Да, опять же, направлены только на то, чтобы не пропустить, выявить, заподозрить это заболевание как более серьезную патологию для принятия немножко другой тактики лечения, чем по отношению к обычному банальному первичному гиперпаратириозу, обусловленному опухолевой патологией. Вы знаете, долгое время ТНМ-классификации для околощитовидных желез ее не было. Не было из-за редкости этой патологии, то есть она была как бы в структуре, но вот именно классификации вот в том виде, в котором она представлена сегодня, она вот в такой четкости не была. И вот интересной особенностью вот этой классификации, то есть принятой, практически во всех злокачественных опухолях критерий Т, тумор, он оценивает размерные характеристики опухоли. А здесь нет. Здесь вопросы, критерии опухоли оцениваются по инвазивности. И если мы видим, что это первое, первое Т1, это инвазия капсулы, то Т2, это уже инвазия невитальных органов окружающих, Т3, воскулярная инвазия, Т4, это инвазия уже витальных органов. То есть вот особенностью является то, что здесь не учитываются размерные характеристики, и это понятно, потому что все размерные характеристики всегда большие. Ну и вы видите вот стадийность, стадийность, конечно, вот показательный момент, что, наверное, самым успешным вариантом лечебной тактики было бы лечить ее на первой стадии, когда речь касается либо капсулярной инвазии, либо инвазии невитальных органов. То есть это та ситуация, когда мы можем хирургически это все удалить. А это значит обезопасить больного в отношении дальнейших перспектив рецидива этой опухоли. Все остальные стадии это ситуация, когда мы помогаем, но у нас не всегда есть уверенность в том, что мы можем на 100% вылечить пациента. Поэтому вот эти вопросы, которые пока еще не до конца решены в отношении профилактики, они как раз и нацеливают на то, что мы должны догадаться об этом заболевании. Получается, что я часто об этом слово упоминаю, догадаться об этом заболевании именно на самом раннем этапе. Предоперационная подготовка. Если речь касается пациента стабильного, у пациента, у которого нет кризового повышения уровня кальция, пациент готовится обычным путем, как идет подготовка для пациентов с доброкачественными образованиями околочетовидных желез. А вот что касается гиперкальцемического криза, и это, наверное, отдельная особенность протекания рака околочетовидной железы, почему? Потому что, наверное, 99% гиперкальцемического криза возникает именно при этой патологии. То есть, при доброкачественном поражении гиперкальцемического криза мы, как правило, никогда не видим. А вот при злокачественной патологии эта ситуация довольно чиста. И подготовка, она заключается в том, что мы немножко ускоряем готовность организма к предстоящей операции тем, что мы решаем вопросы с обезвоженностью этого пациента, мы решаем вопросы с диурезом этого пациента, в случае, если есть почечная недостаточность вплоть до применения гемодиализа, я имею в виду в качестве того, чтобы мы должны либо разбавить этот огромный кальций в крови, либо вывести его с помощью гемодиализа, дабы снизить вот эту токсическую нагрузку кальцием для данного пациента. и после короткой подготовки, как правило, это в течение суток, стоит вопрос о предстоящей операции. Методы дополнительные, они, как правило, используются в случае, если какие-то вопросы подготовки немножко затягиваются, и тогда мы используем методы дополнительной подготовки, направленные на снижение уровня выработки парадгормона или на снижение уровня кальция в крови. Ну и вот, наверное, самый важный момент, к которому подходит пациент, это этап хирургического вмешательства. Причем на хирургическое вмешательство накладывается большая ответственность и задача. Почему? Потому что, так же, как и с самого начала, о раке около щитеретной железы хирург должен догадаться. но он не должен догадаться, как, знаете, как это поставить ставку и выиграть в лотерею. Он должен догадаться на основании знания об этом заболевании, чтобы, увидев ту ситуацию в ране, даже не имея собственного опыта, понять, что это рак около щитеретной железы. И в чем здесь особенность? Доброкачественные образования, они находятся в области шеи, как инородное тело. Оно ни с кем не связано, оно лежит как отдельная структура, легко отделима от окружающих тканей и не вызывает проблемы в отношении удаления. А вот рак около щитеретной железы это не та история. Тут появляется отечная серая толстая капсула, которая окружает ткани и у тебя создается впечатление, что нет границ опухоли, что нет где-то они должны быть, откуда надо начинать, а вот этих границ нет, они все размытые. И вот когда мы видим такую картину о том, что опухоль неотделима от ткани, как бы вмурована в это пространство, становится понятным о том, что здесь наверное что-то не то. хирург должен понимать что-то не так, что-то более агрессивное и вот поменять свою стратегию оперативного подхода в пользу больного. И стратегия заключается в том, что во-первых нужно удалить не просто опухоль и даже не пытаться удалить просто опухоль, а удалить опухоль вместе с сопряженными тканями, с теми, с которыми они ограничены. Как правило это прилежащая доля щитовидной железы, это окружающая клетчатка, но редко мышцы. И вот удалить не нарушая целостности капсулы единым блоком или в английском это N-block является наверное самым важным в лечении этого заболевания. и если мы видим какие-то пораженные лимфатические узлы, да, конечно, всю прилегающую клетчатку с пораженным лимфоузлом мы также должны удалить. Но профилактические необходимости эта ситуация не доказана и на сегодняшний день пока изучается. Ну и конечно же пока вот такого строгого ответа нет ввиду редкости этой патологии но тем не менее процесс в этом плане понятен. И отдельно стоит момент то есть если мы не дай бог встречаемся с той ситуацией когда опухоль поражает витальные органы которые нельзя удалить да это трахея это гортань сосуды то основной стратегией является максимально возможное удаление и это нужно сделать потому что тогда хотя бы будет какая-то возможность управлять тем состоянием той гиперкальцемии которая может остаться после хирургического вмешательства это даст возможность пациенту продлить жизнедеятельность тем самым управляя вот этой гиперкальцемией и давая возможность увеличения продолжительности жизни несмотря на то что хирургическое вмешательство при первой на первом этапе оно понятно очевидно вот при втором этапе да то есть при второй ситуации когда речь касается рецидива рак около железы хирургическое вмешательство опять же становится основным потому что в этой ситуации мы либо боремся с рецидивом заболевания либо мы минимизируем массу опухоли для управления этой кальцемией и это вот эти вот хирургические подходы он является основным почему потому что вот только при соблюдении вот этих параметров мы можем либо добиться излечения пациента либо максимально увеличить продолжительность его жизни потому что все следующие варианты лечения представлены из них это то что пока не настолько дает нам уверенность в отношении терапии этих больных рак около щитойной железы считается радиорезистентным он практически никак не влияет на него химиотерапевтическое лечение обычными химиотерапевтическими препаратами и на сегодняшний день полученный эффект только от таргетной терапии серафенима где мы видим хотя бы какую-то возможность удержать эту опухоль от ее развития но но это вопрос постоянного приема и на фоне сохраняющегося заболевания или его распространенности и второй линии которые мы используем это вопросы снижения уровня кальция для того чтобы продлить жизнь пациенту на первом плане здесь конечно препарат цинокальцет который своим механизмом действия снижает выработку парад гормона тем самым обуславливая снижение уровня кальция в крови но конечно же это никак не влияет ни на органы мишени и мы здесь видим прогрессирование заболевания по органам по патологии органов мишени но по крайней мере эта ситуация дает возможность управлять той гиперкальцемией которая сохраняется у этой наверное трудноизлечимой или неизлечимой категории пациентов патоморфологическое исследование оно мало поменялось здесь есть также вот правила которые были наверное появились давным-давно и вот это вот правило шанса Кастлмана оно вообще впервые было описано в 73-м году и мы не сильно в этом плане что-то поменялось то есть это с одной стороны говорит о том что с каких-то структурных изменений в самой опухоли с патоморфологической точки зрения мы пока не видим и основное то что мы видим это конечно же особенности слоистого распределения этих опухолей такие вот дольчатые слои клеток которые разделены такие фиброзными волоконами это повышенная методическая активность ну и конечно варианты инвазии капсулярной или сосудистой инвазии а вот последний пункт является наверное самым основным потому что это показатель распространенности и агрессивности опухолевого процесса который и вот ставит точку в этом патоморфологическом моменте ну и подходя к тому что что мы можем увидеть вот в результате нашей работы да можно увидеть что все-таки пятилетняя выживаемость она довольно высока десятилетняя выживаемость она конечно немножечко похуже но в то же время тоже достаточно высока но это благодаря тому что мы вовремя догадались то есть это вот те моменты когда мы стратегически правильно применили все те моменты вовремя догадались и начали лечение на том этапе на котором пациент к нам попал но агрессивность заболевания не всегда дает нам возможность увидеть пациента на ранней стадии иногда мы его видим когда уже ставится вопрос о продлении его жизнедеятельности и минимизации тех патологического влияния опухоли которые возникают и конечно же неблагоприятные факторы на которые мы оцениваем опираемся понимая о том перспективы вот этой ситуации это конечно прежде всего это вопросы к хирургическому подходу вот здесь если мы не догадались и сделали какое-то ну наверное правильно сказать ограниченное оперативное вмешательство то мы не получим того желаемого нам эффекта для пациента конечно здесь откладывает отпечаток еще и такой категории пациентов которые протекают бессимптомно к сожалению при в этой патологии структуре этой патологии 2-5% встречаются либо же вообще бессимптомного течения только показывающие свою агрессивную направленность либо с минимальным таким течением при котором трудно заподозрить тут трудно догадаться ну и конечно же уже сам факт наличия распространенности процесса он конечно вот неблагоприятен в отношении вот перспектив выздоровления для пациента и неблагоприятен в отношении того что мы уже сразу ориентируем пациента на то что мы будем бороться с теми последствиями которые опухоли которые возникают вот всеми возможными средствами наблюдения такие за такими пациентами конечно же пожизненные и даже после успешного лечения такой пациент не теряется из наблюдения а требует именно прикрепленного наблюдения эндокринолога или онколога или всех вместе да вот с этой патологией ну и конечно же вот причиной неблагополучного исхода оно является не сам факт агрессивности опухоли что вот на втором этапе а сам факт вот той неуправляемости гиперкальцемии которая даже при использовании всех существующих на сегодня способов ею управлять не всегда дает положительное влияние которое нам требуется поэтому вот видя такие неблагоприятные моменты на которые мы не всегда можем повлиять мы снова возвращаемся к тому лейтмотиву о том что надо догадаться всеми силами всеми знаниями какие только возможны догадаться о существовании этого заболевания выбрать правильный тактический ход и максимально помочь больному